так что так уже темно вроде бы светлее было вроде бы было светлее темно и страшно я в эфире я тоже в эфире шикарно выглядите спасибо так ну что как меня слышно видно скажите что делать если парень хороший но не тянет аж бесит ну как вы думаете неужели я вам скажу насилуйте себя идите с этим парнем он бесит вас вас но вы все равно идите мучайтесь страдайте сожмите зубы это что-то оттуда с первобытного общества да не пьет не бьет это счастье или ходит под себя не ходит все выходите замуж и молитесь на него ноги когда ноги моете и воду пейте нет же конечно отношения для чего для счастья и радости привет из днепра днепру привет мариночка снова вышла да давно к вам не выходила и соскучилась поэтому еще вчера и сегодня почему к тебе как когда к тебе со всей душой а тебя все нервирует так может быть это не ваш человек нам не обязаны все люди нравятся это первое второе знаете со всей душой это как типа люблю тебя без тебя не могу я к тебе со всей душой этом всегда есть что-то навязчивое не надо со всей душой кто сказал что мне надо всю душу сразу да это ответственность и вот это вот вот это вот когда там жить без тебя без тебя не могу или я к тебе со всей душой может не надо со всей душой может понемножку надо общаться да вот это вот может быть там есть что-то навязчивое и вы это чувствуете а человек вам гулять ну я к тебе со всей душой да не надо мне твою душу поставь ее себе так мне кажется ветер поднимается может меня не будет слышно так как не поддерживать мертвое в своем пространстве например подругу которая берет а что вас заставляет ее поддерживать и там все зачем смысл не общаться в чем чем загвоздка как выжить в любом в любовном треугольнике выжить в любовном треугольнике может только сука которая думает о себе если вы не сука который думает о себе и о своем будущем не просто думает о будущем а гребет под себя гребет под себя это сука и нагребает на три следующих жизни вот если вы не она то вам там делать нечего потому что любовница это самая проигрывающая сторона я здесь не говорю про тех как правило потом начинают писать а я рада он свои носки к жене несет я его носки не стираю ну так вы эти вопросы и не задаете если вы рады это не про вас когда человек пишет значит его что-то беспокоит значит ему там что-то не нравится правильно а если вам что-то не нравится значит это не для вас опять же повторяюсь если вы не та сука которая нагребет на три жизни бросит его через пару лет и построит жизнь с тем кто и нужен если вы влюбились по уши сидите ждете каких-то завтраков надеетесь на то что сейчас дети вырастут потом внуки вырастут потом правнуки вырастут а вы все сидите да это не для вас как простить себя за ошибку ой смотрите прошлые трансляции говорили поживали уволилась с работы плачу четыре дня очень люблю свою команду но я теперь из-за войны в чужой стране и решила оборвать все связи а то больнее только хорошо а вопрос в чем если вопроса нет вы просто поделились смотрите да растягивать что-то что не растягивается это так же как и отношения когда люди по каким-то обстоятельствам оказались в разных странах и там нет перспективы например у одного есть работа у другого нет работы или один любит эту страну а второй ну не не хочет он в эту страну ну не любит он эту страну и вот они переписываются переписываются вот эти переписьки переписьки ведут в какой-то момент это все надо обрывать если нет перспективы съехаться надо обрывать и все и строить новые отношения поэтому отлично спасибо что вашей жизни была эта команда были эти прекрасные люди все пусть у вас будет ваша следующая команда уже на вашей территории где вы находитесь у них будет другой сотрудник и все на спасибо этому этапу что он был вот сейчас у ддд как раз проводила дополнительный вебинар нам нельзя смотреть в прошлое и хотеть как было как было никогда не будет будет ли хорошо будет если мы что-то для этого сделаем будет ли еще лучше конечно будет особенно у меня я в этом уверена будет ли как было не будет как было да поэтому мы должны ставить цели с учетом новых обстоятельств которые херакнули нашу жизнь внезапно принимать эти обстоятельства отплакать по прошлому это больно кто-то что-то потерял и так далее кто-то кого-то потерял отплакать порыдать проститься с этим и строить жизнь дальше как проработать убеждение что флирт и легкость это про инфантильную женщину флирт и легкость и инфантильность вообще никак не связаны более того ребенок не умеет флиртовать он умеет только капризничать флирт это как раз не про детство не про инфантильность флирт это про взрослую женщину да это когда не пошло это когда не капризно но это увлекательно когда это не пошло не капризно не из ребенка но это манящее а легкость слушайте легкость легкость вообще необходимо просто необходимо без легкости нет отношений без легкости в отношениях будет унылая кастрюля 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 с которой мужчина или сдуется или найдет любовницу сдуется как мужчина потому что мужчине необходима энергия женщины необходимо но как воздух в нем и ему необходимо даже если он против даже если он не знает ни про какие такие энергии не знает ирунда все это мужчина это структура каркас это тестостерон женщина это наполнение отношений это настроение это оттенки если там кастрюля блин унылая никакой легкости то никаких оттенков остаются просто функции тоска а не отношения как принять что многим моим знакомым помогают родители а мне ничего никогда ну вот я с вами делюсь примером с вами я помогаю своим родителям я их обеспечиваю от до и даже намного больше чем им нужно вот ориентируйтесь на меня все пожалуйста я взрослый человек заработаю за себя на себя и за того парня и за всех кому нужно нахрен вам дети которым родители помогают родители во первых не вечные помощь это прекрасно и когда есть она замечательно чем больше денег тем лучше родители помогают муж помогает любовник помогает я не знаю кто еще может помогать это всегда классно но если вы сами не умеете бабло зарабатывать то есть любой человек может улететь в небо даже самый тот который любит крепче всех он может сам разориться он может заболеть да мало ли что может случиться а вот когда вы сами умеете зарабатывать это совершенно другое дело поэтому если вас жаба давит потому что вы сами не умеете зарабатывать приходите на деньги для взрослых начинаем 1 июля приходите научитесь зарабатывать и перестанет вас жаба душить потому что ваши навыки всегда с вами ваши навыки всегда с вами родители не вечные а если меня хотят уволить и я сопротивляюсь нужны деньги правильно ли я держусь за работу конечно правильно конечно что это вы сразу должны лапы сложить и пойти мало ли кто что хочет но да при этом вы держитесь и вы все правильно делаете вы думаете о себе и о своих целях начните уже искать другую работу потому что вот эти терки на работе какое-то время человек может продержаться но когда постоянно вот это вот это сложно психологически работа все-таки должна быть любимой потому что на ней мы проводим много времени если работа нелюбимая это как нелюбимый муж это ужас страшно представить как принять себя имея физический недостаток вообще принятие принятие свыкнуться сначала свыкнуться свыкнуться потом выйти на благодарность спасибо что оно вообще есть тело хоть такое следующая ступень это понимание что наше тело в том виде в котором оно дано это наилучший вариант из возможных для того чтобы быть счастливыми в нашей жизни наилучший вариант из возможных для того чтобы быть счастливыми понимаете то есть какой-то физический недостаток это к чему-то выход к чему-то если правильно это использовать включив себе 16 я об этом хорошо рассказываю поэтому если есть такая задача действительно принять себя берите то чем вы сейчас занимаетесь где или у кого учились зайдите по ссылке и посмотрите там есть обо мне почитайте строгость и грусть допустимы только на работе когда подчиненные не выполняют свои обязанности гнев тоже допустим на работе когда подчиненные не выполняют свои обязанности тогда все быстро просыпаются и начинают очень быстро действовать и это круто и работа выигрывает хорошая пиздюль она еще никогда не помешала да знаете ну как немного перцев это пресное блюдо немного перцев попала в больницу в другой стране из-за нервов это жертва включается конечно она и не выключалась я так подозреваю что она у вас не выключалась если вы довели себя до того чтобы попасть в больницу на нервах значит она у вас и не выключалась что делать с созависимой связью мужа и его матери она лезет в его жизнь контролируя он в ее жизнь объясняя всю эту любовью заботой и переживаниями за родного человека они женаты неосознанно мама и ваш муж они женаты а вы третий лишний у них сложилась такая конструкция что ее сын находится на месте ее мужа непройденная сепарация и бывает так что мама женится на своей дочери прилепляется к ней дочь занимает место мужа бывает сын занимает место мужа видите ну то есть они пара они советуются друг с другом он лезет в ее жизнь она лезет в его жизнь а вы там третий лишний что с этим делать зависит от ваших целей если у вас цель в отношениях это все-таки счастье и радость зачем вам какой-то муж с женой и вы там на задворках понимаете зачем вам это если вы надеетесь на то что можно ли его перевоспитать можно но на это уйдет много лет много лет я серьезно говорю если делать не просто ждать некоторые знаете как понимают уже два года прошло я вам два года задавала вопрос два года уже прошло хорошо что вы делали но я жду 200 лет еще ждите спасибо за завтрак в батуми замотивировали на то что получится моя идея конечно получится да получится потому что вот смотрите гедонизм рождает состояние вам это нравится вы находитесь в особом состоянии правильно и когда вы в этом состоянии у вас равновесие гармония связь с собой со своими хочу вы в этом состоянии и интуицию слушаете и принимаете эффективные решения и вообще кайфа многим женщинам сегодня не достает они не умеют кайфовать сначала женщины были заперты сидели на цепи как с собаки ни образования ни паспорта ни на улицу выйти ничего тебе потом они как с цепи сорвались наконец-то дали свободу значит и красивая и умная и богатая и прокачанная и самостоятельная и свое мнение и в общем и дохерась всего очень много нагрузки и умение просто затормозиться ну кстати у мужчин тоже сейчас в современном мире вот эта вот гонка за успехом большая конкуренция нагрузка все на виду а тот же машину купил откуда ты знаешь в инстаграме видел если раньше ни хрена не видел ну купил и купил а ты спишь спокойно а ты не купил но ты спишь спокойно то сейчас все все знают про всех кто что купил кто что блин открыл кто сколько заработал и начинается невроз вот эта гонка за успехом она просто изматывает не хватает людям вот это вот остановиться не сравнивать себя быть в моменте получать кайф от жизни да не очень не хватает так что все получится все верно прохожу собеседование начали процесс переезда в сша вышла из ступора вот я очень рада очень за вас рада вы пережили очень сложные времена и пора лететь пора лететь пора жить свою жизнь это ваш путь уважайте его и все и все сострадать еще раз напоминаю никакого чувства вины никакого чувства стыда не должно быть сострадать кому-то да страдать хором просто за компанию или чувствовать себя виноватой потому что вы не там нет нет у вас свой путь и вы должны его идти кто-то должен учить людей гедонизму правильно потому что у нас слишком много жертв и нытиков и чувства вины и стыда и в общем этого мусора полно а кто-то должен учить людей гедонизму и вы будете этим заниматься вообще батуми прекрасен прекрасный завтрак был я хотела выставить stories но у меня не было сил у меня не было сил реально я же ничего там не выставляла хотела повыставить stories ваши отметки мои размышления мне понравилось что не было жертв жертвы были конечно но они себя контролировали да это из жертвы из жертвы вне победителя и обратно туда-сюда туда-сюда на завтраке все собрались сконцентрировались и там не было Марина скажите а если как проработать страх да типичный вопрос жертвы как проработать страх никак делай вместе со страхом все делились тем что они делают никто не делился своими соплями все делились тем что они делают мне кажется всем было послушать интересно было послушать друг друга так что классно очень спасибо что вы написали у меня прям такие хорошие воспоминания мне кажется как проработать хоккей муж ударил как пьет поднимает руку не могу уйти значит терпите кто-то же должен терпеть правильно кого-то же должны бить пусть это будете вы это ваш выбор серьезно то есть если вы хотите индульгенцию на то что но если вы не можете уйти тогда оставайтесь вы ее получили если вы решили остаться оставайтесь сегодня очень много способов уйти для тех кто действительно хочет уйти ой спасибо спасибо я не буду зачитывать все хорошие слова но я вижу спасибо вам большое как заставить себя делать дела вечером нет сил а днем работа если это нелюбимые дела их надо делегировать еще раз говорю если это нелюбимые дела их надо делегировать и это совет не для миллионеров это совет для всех понятно может быть не каждый день не все сразу не на постоянку но хотя бы по чуть-чуть самое нелюбимое делегировать поверьте вы эти деньги отработаете вы эти деньги отработаете чем когда вы работаете на работе если у вас еще работа знаете так не очень любимая а потом вы приходите вы на работе отдали но вы приходите и вам еще блин вот это поломойством заниматься как серпом по яйцам все вы не живете вы работаете постоянно а энергия от удовольствий удовольствие что дает в том числе работа дает удовольствие ты сейчас вышла в трансляцию мне написали про батуми у меня сразу серотонин эндорфин папиор дофамин тоже все я получила кайф я свою работу люблю не всегда я ее люблю но 95 процентов я ее люблю я получаю удовольствие она меня наполняет понимаете если работа так себе вы еще дома занимаетесь тем что вы не любите есть те кто любят мыть полы есть есть и кто любит готовить есть есть те кто любит посуду мыть есть есть те кто любит убираться и для них это как динамическая медитация вот она прошла все протерла расставила успокоилась помедитировала подумала все то есть ответ внутри вас если вас это раздражает если вам это не нравится это не для вас вы должны это перепоручать а если знаете какой самый распространенный этот протест ну так денег же нет так их и не будет потому что деньги базируются на энергии нет энергии денег не будет не будет дальше будет только хуже потому что мы стареем мы стареем и энергия идет на спад если ты в 20 мог там экзамены и помните экзамены круглые сутки ты ставишься термос кофе ты ставишься бутылку кока-колы ты раскладываешь все свои билеты и три дня ты существуешь в таком режиме днем и ночью ты учишь ночью ты учишь днем сдаешь ночью учишь днем сдаешь нормально все чёрт поехал сдал знал экзамен приехал опять учить и так далее по кругу 40 лет этого этого невозможно почему то что энергии нет уже такой запас истощается и нужно пополнять ее нужно беречь такие марафоны уже нет не пробежишь а так что свою жизнь нужно реструктуризировать в соответствии с чем нравится не нравится в последней третьей жизни у нас должно остаться только то что нам нравится в идеале только то что нам нравится люди которых мы любим не подруга детства которая мне постоянно говорит правду в лицо что я поправилась или заболела или там я толстая или у меня нет вкуса на не муж который там мне в тыкву дает как девушка написала не работа от которой мне два пальца в рот не занятия домашние которые мне как серпом по яйцам да а наша жизнь должна быть простроена так что там остается только то что нам нравится а то что нам не нравится этого или просто нет или мы за это платим доверяем профессионалам ну так это нужно делать она сама не не сделается до страшно да там можно первую деньгу первую деньгу отдать а еще там окна плохо помоют взгляд дала да кто через это кто через это не проходил там или проходил меня поймут или заходишь домой как я уборщица положила свою тряпку нам на мой платок но видно не из хороших побуждений положила да я ее этой тряпкой эту уборщицу в общем гнала до самого выхода из подъезда поэтому разный опыт бывает но если есть цель это надо делать все если цели жить хорошо то надо это делать если цель жить как пойдет ну значит надо сжать зубы и терпеть сюда можно еще тряпку вставить чтобы зубы не так быстро стерлась мне нравится работа но бесит коллектив никогда не вписывалась в коллектив устала искать работу проблемы с рапортом и жертва вот это надо все прорабатывать если где-то вы не вписались в коллектив это одно если вы постоянно не вписывайтесь в коллектив значит там жертва непроработанные тени отсутствие навыков коммуникации если у вас есть задача все-таки уметь строить коммуникацию с людьми не обязательно всех любить нет это не про это это про грамотную коммуникацию когда никто никого не задевает мы высказываем друг другу какую-то необходимую симпатию минимальную для того чтобы существовать в одном пространстве гармонично не мешать друг другу по возможности помогать да и не вызывать негативных эмоций по возможности друг у друга вызывать позитивные эмоции потому что работа занимает очень много часов нашей жизни либо если вы вообще не созданы для коллектива значит вам нужно открывать свой бизнес и все и тогда коллектив подстраивается под вас и и и и и и и и После тренингов Марина попала в больницу с аппендицитом и держалась с огурцом. Вы так написали, как будто прошли тренинг и случился аппендицит. А раньше ныла и расстраивалась. Вот оно. Смотрите, мы не в раю. Мы еще пока не в раю. Неизвестно, будем ли мы в раю. Заслужили ли мы в раю или не заслужили. Пока мы не в раю. Жизнь это набор квестов. Через эти квесты надо проходить. Ныть бесполезно. Ныть бесполезно. Ныть ее никому не помогает. Ноешь, мир отражает твое отношение к себе. Ноешь, вот тебе, котенок, тебя облужу еще сильнее. Поэтому да, надо перестраиваться. Как бы не хотелось поныть, надо держаться огурцом. Почему мужчина и мама смягчаются, когда я включаю жертву? А так тиранит и обьюзит. Потому что вы разрешаете тиранить и обьюзить. И не надо включать жертву. У вас устойчивый треугольник. Невротический. Нужно из него вообще выходить. Нужно взрослой ровно. Не жертву. А взрослой ровно сказать, со мной так нельзя. Не надо со мной так разговаривать. Иначе вообще разговаривать не будем. Вообще не буду общаться. Все. Со мной так нельзя. Сюда нельзя. Все. Без жертвы, без истерики. Бота, это вы держитесь, да? У вас там в Казахстане-то сколько времени? По-моему, там вперед идет? Вперед идет время? Или назад? Или как? После УДД еще бы смотрела ваш эфир, но уже хочу спать. Я поняла. Идите спать, отдыхайте. Вам вот так информация. Вам еще на ДДВ работать. Муж сильно болен. Уже три года в таком напряжении. Родственники советуют поехать на море на несколько дней. Будет ли это правильно? С точки зрения заботы о себе, это будет более чем правильно. С точки зрения жертвы, она приедет и будет себя есть. А зачем я уехала? А как я могу уехать? Она начнет себя преследовать и мучить. Да? Поэтому здесь нужно посмотреть и договориться с собой. Если вы принимаете решение, что вы едете, что вы о себе заботитесь, что вам нужен отдых, значит, вы едете, заботитесь о себе. И никаких мыслей типа, аааа, зачем я уехала, я негодяйка, он там, ему плохо, а я здесь. Вы эти мысли не допускаете. Потому что, ну что толку, если вы тоже загоните себя, у вас начнется выгорание, вы сляжете. Кто от этого выиграет? Кто от этого выиграет? Муж сильно болен. Я предполагаю, что вы за ним ухаживаете. Но ему нужна ресурсная жена. Что толку, что вы, если вы тоже загоните себя и упадете рядом? И вам двоим понадобится уход. Кто от этого выиграет? Никто, правда? Как я делегировала мытье окон. Раньше думала, что это роскошь, а нет, норма. И скажите, совсем по-другому себя чувствуешь. Каждый занимается своим делом. Вы дали человеку работу, человек рад. Вы сами в это время отдохнули, вы тоже рады, и все довольны, и все замечательно. Это как Виктория Михайловна наша, которая прилетала в Барселону на живую встречу, чтобы помогать мне. И у нее в это время няня. И вот она няне платит сутками, естественно. Потом няня на эти деньги покупает шапку семи хаву, о которой она мечтала. Виктория Михайловна приезжает радостная, развеялась, погуляла по Барселоне. Обняла Марину, там увиделась с нашими девчонками. Впечатления какие-то. Няня в шапке в меховой счастливая, радостная. Виктория Михайловна счастливая, потому что она съездила. И все счастливы и довольны. Что толку вот этого? Все сама и все плохо. Я у вас прошла курс «Полюби себя». Классно. Полюбили? Я на работе стрессую, а когда убираюсь, наоборот, успокаиваюсь. И потом кайфую от того, что все чисто и по местам. Да, потому что это сразу результат. Это сразу результат. Вы расставляете там что-то, да, вычищаете, протираете. И вы видите, результат стало чисто. Это удовлетворение от сделанной работы. Это быстрый результат. Поэтому, конечно, нужно смотреть на себя. Если вам нравится, отлично, никому это не отдавайте. Если вам не нравится, и вы сжав зубы это делаете, не нужно этого делать. Проходило несколько обучений в профессиональной сфере и тупило. А после у ДДДД пазлы начали складываться. Кто я, чего хочу, что делаю, что получаю. Я изгоняю жертву, кайфую. Безогранично рада, что нашла вас. Лена, спасибо. Мне приятно очень. Сижу, жду заключения врачей. В голове куча страхов пролетела, но я не хочу унывать. Слушаю вас, стараюсь нагружать себя делами. Да, чтобы не уйти в уныне. Первое. Конечно, чем больше дел, тем лучше. Грызем палочку. Когда мы что-то делаем, мы не можем одновременно бояться с таким же накалом. Мы не можем. Вот когда мы сидим и замираем, да, мы погружаемся в страх полностью. Поэтому чем больше дел, тем лучше. С другой стороны, нужно все-таки выводить периодически себя в спокойное состояние. И говорить себе, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. Ну, похожими словами, какими-то вашими словами, чтобы они вам нравились. Я доверяю, все будет хорошо, все к лучшему. Что бы ни случилось, все к лучшему. Я доверяю, я справлюсь, все будет хорошо. И так далее, да? То есть настраивать себя на хорошее обязательно. Как вести себя во время войны, если это касается работы? Идет война в твоем городе, работы нет? Как тогда быть? Давайте конкретно вопрос. Конкретно, что с работой? У вас есть работа или нет работы? Или что? Конкретно, конкретно. Тогда будет понятно. Потому что в одних и тех же городах кто-то работает, кто-то не работает. Понимаете? То есть конкретику давайте. Мужчина сначала говорил, что любит, строил планы на будущее, а потом пропал на два месяца, обернувшись, просто разговоры про секс. А я живу тем, как было хорошо два месяца назад. Это жертва? Это вообще низкая самооценка? Смотрите. Если у него разговоры только про секс, и у вас мысли про секс только, то вы совпадаете, все круто, никаких вопросов нет. Если у вас в мысли про планы, а у него разговоры про секс, вы не совпадаете, чего вы там торчите? Зачем вы соглашаетесь на меньшее? И вообще у меня вопрос, почему вы его пустили через два месяца? Вы что, скорая помощь? Два месяца его не было. Пока. Благодаря вам сумела уйти от мужа абьюзера, выгнала из себя жертву, а выгоняла из себя жертву года два. Сегодня думаю только о том, почему не ушла раньше. Слушайте, думайте о будущем. Будет больше толку. Я понимаю, что периодически, да, вот это вот, блин, чего раньше ты не ушла? Чего раньше ты не ушла? Чего тянула-то? У меня так было в первом браке. Я три, нет, два, два года думала, потом ушла. И потом думала, ну зачем я? Два года кота за хвост тянула. Ну, видимо, растила свою готовность. Вырастила, слава богу. Так что, хватит думать. Не могли, вот и не уходили. Ушли, поздравляю вас. Отлично все. Строим будущее. Следующий будет здоровый и хороший мужчина. Мама в претензиях, что я не обеспечила ей богатую, достойную старость, как сын ее подруги, а я просто учитель. Как это принять? Нахрен послать маму? И все. Начнем с того, что вот эти все претензии сын моей подруги ее обеспечил. Мамочка, у сына твоей подруги другая мама. Не такая вот, которая хает своего ребенка собственного и забыла, что такое материнская любовь и поддержка. Да? У него другая мама, другого качества. Поэтому начните с себя. В зеркало посмотрите, блин. Что за претензии вообще? Потом, смотрите. Это то, о чем мы вчера говорили, на ДДВ. Кто не смотрел, идите в Телеграм и смотрите вебинар. Бедный рожает бедного. Богатый рожает богатого. Все. О чем сказки рассказывать? Ты, бедный, хочешь, чтобы твои дети стали богатыми? Блядь, начни с себя. А ты что сделал для этого? Понятно, ты, может быть, не успеешь стать прям богатым, богатым, да, каким хотелось бы тебе. Ну, начни свою бошку чистить, чтобы засирать меньше это, семью твою. Поэтому я всегда говорю женщине, вот недавно я писала женщина, сколько ей, 54 года, она говорит, вы знаете, у меня такой интерес, азарт, я хочу, чтобы мои дети, я хочу, чтобы мои внуки, они были ресурсными, не хочу быть в жертве, классно, такая бабушка и такая мама, это клад, потому что у нас вокруг кто? Жертвы, абьюзеры, вот как ваша мама, абьюзер, да, предъявляют какие-то предъявы, нытики всякие, большинство людей такие, большинство такие, чего-то хорошего мало, да, поэтому вот эти вот предъявы, мама, ну ты бедная, ты родила бедного, что ты хочешь, блин, а ты почему меня не обеспечила, ее, ее же оружие, потом уже, если человека не устраивает этот сценарий, он начинает работать над собой, но это херово туча времени и усилий, кто начал, тот понимает, да, если бы это можно было по щелчку пальцев, сейчас мама побежала, стала миллионером и все тебе накупила, а что ты сделала для того, чтобы я у тебя стала миллионером, скажи, пожалуйста, ну хотя бы начнем с того, с поддержки, да, если, как я говорю, не стали миллионером, не мешайте своим детям стать миллионерами, не херьте их и не суйте им в голову своих тараканов, все, что первое, премеру принципаль, что требуется от родителей, это поддержка и вера, это фокус на достоинствах, когда мама рассказывает, что ты и умная, и профессионал, и находчивая, и целеустремленная, и вытаскивает из сундука воспоминаний, все ресурсное, и говорит, смотри, какая ты в школе была, и в институте какая-то была, и в кружках какая-то была, да, то есть что может сделать родитель, родитель может найти, а может быть даже придумать, мозгу все равно, правда это было, или это родитель придумал, встроенные воспоминания создать, доченька, ты у меня такая умная в школе была, ты у меня и всех была, и в садике у меня была, и у меня всех, и все говорили, что она далеко пойдет, то есть мы что делаем, мы делаем человеку позитивные внушения, связанные с его ресурсностью, с его навыками, то есть если родитель что-то хочет, как-то хочет помочь своему ребенку подтолкнуть, то надо ни претензиями толкать, что ты мне ничего не купила, а кто ты такая, блин, что ты для этого сделал, а ты мне ничего ничего не купила, да, а начинать верить и проговаривать, укреплять самооценку ребенка и веру в себя, спасибо за эфир с приятным шумом воды, успокаиваешься, не устраивала зарплата, считала, что такая сумма обесценивает мой труд, поговорила с руководителем, сказала, что хочу больше, согласилась, после ссоры с мужем, если не достигла сразу примирения, не могу ничего делать, сижу в депрессии, ничего неинтересно, это жертва, это жертва и ребенок, это ребенок, который зависит от значимого человека, понятно, что нам не нравится ругаться, понятно, что когда мы ругаемся, мы, конечно же, не радуемся одновременно, поругались, настроение снижается, ну, как-то не очень, да, может, какой-то осадок и так далее, но если вы взрослый человек, вы живете свою жизнь, и вы спокойно занимаетесь своими делами, если вы боитесь, если вы депрессуете, если вы сидите замерли, значит, вы находитесь в позиции ребенка, у вас конструкция отец-дочка, потому что когда папа наругал доченьку, доченька сидит вся в соплях, в слезах, да, и все, и ничего делать не может, пока папа ее не простит, взрослый человек, он спокойно занимается своими делами, поэтому вам надо взрослеть, шум воды великолепен, как выйти из ребенка, на деньги для взрослых приходите, будем вместе выходить, если не готовы к работе, такой глубокой, берите ты искушение, там тоже есть, про взрослость немного, почему именно с родными, когда рассказываю обиды, то глаза на мокром месте, начинаю плакать, хотя до этого тренируюсь говорить, и проговариваю, что скажу им, слушайте, а с кем плакать, как не с родными, а что у вас смущает, ну, если не хотите плакать с ними, поплачьте сначала сами, расскажите себе, наедине с собой, что вас тревожит, во всех красках, пусть вас этот зацепит, выплачьтесь, и потом им расскажете, вот эти слезы, их подавлять не надо, они должны выйти, иначе они закапсулируются, вот эти не выпущенные эмоции, они будут тянуть энергию на себя, а потом мы все это прорабатываем, да, поэтому выпускаете эмоцию, если идет эмоция, ну и хорошо, ну с родными, а что, а как еще, они для этого и есть, да, чтобы прийти в жилетку поблакать, так, ну что, прощаться будем с вами, мои родители, все детство меня чморили, и сравнивали с другими, я устала от этого, но помню, живу одна в другой стране, сама по себе счастлива, это одно из, одна из большущих травм, мы сравнение с другими, это не безобидно, это одна из большущих травм, она незаметна, но это все равно, что вам ногу отмели, понимаете, и вы на одной ноге скачете, я вам серьезно говорю, поэтому от таких вещей защищайтесь, родитель это бог, это бог, и когда родитель сравнивает, он травмирует очень сильно, поэтому защищайтесь, блин, девчонки, такого у меня еще не было, 15 лет была замужем за абьюзером, ушла полтора года назад, сейчас мне хорошо, но у меня чувство вины за то, что мне хорошо без него, а то, что 15 лет ему было хорошо без вас, то есть он как садист, получал удовольствие от того, что вас мучил, а вы страдали, нормально, это не в счет, то есть ваши годы, они что, помоечные, они ничего не стоят, только его настроение чего-то стоит, давайте мозги включать, сегодня все всему свое время, а все вовремя, всему свое время, спасибо за каждое слово, сегодня была первая сделка по аренде, я риэлтор в Украине, бывает печаль, но быстро выдернусь, слушайте, но если работа пошла, это прекрасно, я вас поздравляю, вы сохранили свою голову до этих времен, и у вас все будет просто прекрасно, это то, о чем я говорила, сохраняйте себя, сохраняйте, 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 потому что все равно все вернется, и работа вернется, и с каким состоянием вы подойдете к работе, с пустой головой, с трясущимися руками, в нервном срыве, вообще никакая, у которой никто ничего не купит, блин, что я вчера говорила, у жертвы всегда меньше продаж, ресурсный никогда не купит у жертвы, да, а если вы, да, печалились, да, грустили, да, горевали, да, рыдали, но вместе с тем, не западали в жертву, и уходили в ресурс, выводили с себя в ресурс, заботились о себе, у вас все будет прекрасно, все сработает, у вас будет прекрасно, потому что это тигр, который готовился к прыжку, и как только жизнь распахивает свои ворота, тигр выпрыгивает, а тот, кто извел себя, да, жизнь распахнула свои ворота, а он выползает, но мир в этом плане безжалостен, мир не спросит, человек, а ты что без денег, ты что нищий, а человек скажет, да, вот, я страдал, с тобой же все нормально, руки, ноги целы, да, иди работай, я страдал, у меня нервный срыв, волосы мои повыпали на нервной почве, все, руки трясутся, я себя чувствую ужасно, ну, значит так, это твой путь, то есть мир в этом плане безжалости, он не даст компенсацию страдальщикам, так что я вас поздравляю, Анна, все будет просто прекрасно, онкология, диагноз, начало, и вообще не хочется бороться, смотрите, если не хочется бороться, это ваш выбор, смерть, это тоже выбор человека, смерть, это выбор, он не всегда осознанный, он иногда неосознанный, но это выбор, поэтому, если вы выбираете смерть, это ваше право, да, это ваше право, с другой стороны, не всегда надо бороться, тут даже не про борьбу, онкология, а про идти навстречу себе, как-то девушка делилась, спасибо, я огромная, у нее была, по-моему, третья стадия, третья или четвертая, нет, все-таки третья, третья стадия, когда она повернула с лицом к себе и начала искренне с собой разговаривать, то, что советую я, я не знаю подробности, как она там с собой искренне разговаривала, ее не просто спросила, что вы делали, она говорит, я ужаснулась, я начала себя спрашивать, как ты себя довела до этого, что не так с твоей жизнью, нужно что-то менять, там были абьюзивные отношения, там до хера всякого мусора, говна было, да, то есть она срочно начала перестраивать свою жизнь, женщине, чтобы вы понимали, шестой десяток, да, то есть это не никогда легко, чем мы моложе, тем мы гибче, чем мы старше, тем мы закостеневше, что советую я, когда человек говорит, у меня онкология, нужно сесть и выписать все чувства вины и все обиды на себя и на других, за что вы обижены, на других, на мир, на жизнь, за что вы обижены, на себя, в чем вы себя чувствуете виноватой, вот это все повыписать, может быть на это уйдет неделя, да, то есть периодически подходить и выписывать, 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 и с этим совсем нужно разобраться, потому что если мы говорим о психосоматике, то психосоматика это всегда обида и чувство вины, и обязательно нужно перестраивать свою жизнь, смотреть, где вы себя предаете, что вы такое делаете, чего вы не хотите делать, вот у той женщины, у него были объязвимные отношения, и там еще что-то было, все, выздоровела, сейчас вышла замуж в Германию, не сейчас, уже два года назад, все у человека просто прекрасно, да, так ну что, 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 надо бежать, мхм, 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 моя мама изменилась после моего года не общения с ней, без психологов, вот, отличный пример, спасибо вам, что вы поделились, да, это как раз к тому, когда человек не настолько генетический абьюзер, генетический абьюзер, то есть там, где вообще просто этот шарики за ролики заехали, и с этим ничего не сделаешь, ничего не сделаешь, все, только не общаться, только дистанция, а это перенял сценарий, например, у своих родителей, или пострадал вследствие плохого обращения в детстве, превратился в абьюзера, и абьюзер, либо по-другому не умеет, да, так с ним обращались, либо пострадал, стал абьюзером, либо и то, и другое, и когда ему начинают показывать, что так не будет, не будет, не пойдет, так не будет работать, все, и это серьезно, это навсегда, так больше не будет, если человек хочет общаться со своим ребенком, опять же повторяю, если у него окончательно шары за ролики не заехали, да, и он соображает, и хочет общаться со своим ребенком, он сам себя начинает перевоспитывать, он начинает это все переосмысливать, особенно, когда мы даем инструкции, что мама, не надо меня оскорблять, не надо на меня наезжать, я жду твоей любви, я жду твоей поддержки, я жду твоих хороших слов, я ребенок твой, я ребенок твой, на минуточку, я не враг твой, я не мошенник какой-то, я не вор-убийца, да, поэтому не надо меня оскорблять, не надо меня унижать, не надо там еще что-то, и человек начинает переосмысливать и сам себя перевоспитывать, то есть это возможно, но он должен захотеть, а чтобы он захотел, мы должны поставить ему жесткие рамки, а если, знаете, как пообижалась и простила, это как с мужем-абьюзером, пообижалась и простила, пообижалась и простила, и все уже знают, ой, да она сейчас пообижается, и потом все будет как прежде, поэтому ваша задача защищать границу, когда вы показываете, как прежде не будет, не будет, вообще никак не будет, ну как прежде не будет точно, да, из-за войны в другой стране в украине была директором ресторана сейчас не хватает моей самореализации когда закончится война и вернусь неизвестно ощущаю что годы зря проходят надо смотреть какие есть варианты с одной стороны растерянность шок горе там требовать от себя каких-то решений на дырке когда у нас ресурса нет вообще это тоже неправильно микрофон тоже неправильно требовать от себя каких-то решений таких глубоких четких когда мы пережили шок ужас горе потери поэтому я всегда говорю прежде чем начать от себя требовать каких-то эффективных решений нужно отдохнуть был ли у вас период просто отдыха ничего не делание не считается потому что вы горевали страдали переживали рыдали это не про отдых даже если вы не работали это не про отдых должен быть хотя бы небольшой период когда вы возвращаетесь в жизнь вы возвращаетесь в момент вы идете по улице и небо солнце трава цветы кто проходил полюби себя до кто проходил включив все 16 кто проходил что там у нас где про наполнение да все про наполнение цветы ветерок там одежда удобная люди красивые там еще что-то интересное и так каждый день у нас должны быть удовольствие маленькие удовольствие ежедневно села в хорошем кафе пью чашку кофе наслаждаюсь каждым глотком смотрю по сторонам любуюсь наполняюсь должен быть период хотя бы неделя неделя или 10 дней когда выходите и кайфуете насколько это возможно понятно что мысли будут пытаться куда-то увести чувство вины будет там еще что-то там вот а я здесь они там а вот там то а я вот здесь это вы должны возвращать себя тупо к цели если у вас цель начать свою жизнь выстраивать заново значит вы должны выделить себе период когда вы думаете только о себе и концентрируетесь на удовольствии женщина это всегда тело да то есть и телесное удовольствие быть в моменте удобно сижу солнышко светит греет ветерок хороший вижу красиво и ощущаю там вкусное приятное зашли парфюмы там понабрали перенюхали в общем все что угодно неделя или 10 дней вы просто находитесь в моменте здесь и сейчас мне хорошо здесь и сейчас нехорошо мне хорошо вам нехорошо мнехорошо мнехорошо находите все хорошо вот когда вы уже немного наполнились нужно задать себе вопрос какие у меня есть вариант без насилия над собой быстро быстро вам дает видне какие у тебя есть вообще вариант давай посмотрим в любом случае будет все хорошо это нужно понимать в любом случае все будет хорошо да то есть настроен должен быть на это в любом случае все будет хорошо без этого я не знаю что делать все плохо нет все будет хорошо и вы начинаете себя расспрашивать давай посмотрим какие есть варианты какие варианты вообще бывают у людей или бывали у людей которых вырвали с корнем они оказались другой стране вообще что возможно что возможно я уже когда-то приводила этот пример как одним из шефов получивших звезду мышц мишлен стала женщина приехавшая из южной америки работавшая посудомойкой в одном из мадридских ресторанов хороший такой ресторан но она работала там просто посудомойкой из-за того что ей нравилось готовить она этим увлекалась она постоянно глазки грела она постоянно смотрела наблюдала все схватывала и как всегда тому кто кому нужен шанс жизнь дает шанс рано или поздно да она нас где-то придавливает придавливает она всегда даст шанс тому кому нужен шанс и тут случился шанс внезапно или помер или заболел один из поварят те которые подшив повара и она попросила дать ей шанс и дали шанс и все и она очень быстро начала расти то есть казалось бы вроде бы что где когда ты просто приехал ты нигде не училась она нигде не училась она просто приехала и работала за три копейки посудомойкой поэтому в жизни все возможно в жизни все возможно поэтому тут с позиции возможностей из настроим что все будет хорошо начните играючи рассматривать вариант не откидывая ни в жертве не вот это вот не обесценивай нет это точно не получится нет это точно нет не элемент не вариант это точно не играючи начните рассматривать варианты а потом настроитесь на какой-то из них и обязательно получится так ну что возможно ли заработать большие деньги находясь в квартире с человеком который обесценивает и уходит от ответственности а при условии что женщина экологично все равно себя защищает я предположу что и экологично для него вы себя защищаете что такое экологично это чтобы его сильно не поранить поэтому возможно ли скажем так в жизни все возможно все возможно но не для всех в этом я тоже не хочу вас обманывать возможно ли возможно назло разозлиться там отрастить яйца но это нужно настолько свой фокус каждый день скручивать в бараний рог ведь здесь обыкновенный процесс для того чтобы зарабатывать большое бабло нужен большой большой уровень энергии если мы не активны и если мы вяленькие если мы не инициативно если мы не можем вовсе во весь род заорать покупайте продукт услугу продаю крутой продукт услуга да без разницы на себя вы работаете на дядьку вы работаете это все равно да в первом случае мы орем на публику чтобы публика приходила во втором случае мы себя рекламируем работодателю чтобы он повышал там заработную плату искать возможности если вы открываете бизнес дамы придумывать какие-то новые варианты рекламы новые варианты продукта это все энергия если нет энергии нет активности ну ты как вялая колбаса вареная что ты там придумаешь лучше ты не придумаешь ну что ты там придумаешь но это будет дальше сидеть концентрировано впариваться впахиваться не сидеть ой он мне позавчера сказал что я дура блин хочется как вспомню плакать хочется как обидно зачем я не за него замуж вышла я ничего не делаю я такая хорошая ну зачем я вспоминаю просто и отношения с за что он меня так нужно бомбить нужно пахать нужно вкручиваться фокусом и делать по максимуму то что ты делаешь на 500 с плюсом на 5 плюсом на 500 с плюсом а если ты сидишь немножко поделала потом у тебя мысли ходят а вот час вечером придет опять там скажешь что-то все чистая статистика либо ты вкладываешь в себя продукты в образование в услугу там в рекламу время просто даже не то что деньги время и внимание ты думаешь ты крутишь вертишь ты улучшаешь либо ты сидишь и думаешь о придурке на выходе разные продукты разные услуги разный человек продает один замученный мужиком второй человек замученный работой но тот кто замучен работой у него купят потому что блин он профессионал а замученный мужиком у него же то есть это не не про какие-то секреты это чистая статистика энергии думаешь о мужике отправляешь энергию мужику думаешь о работе вкладываешься в работу все поэтому можете ли вы так получится если мысли где-то бродит козой в огороде не получится надо расставаться здесь я с вами честно надо расставаться так ну что я вас приглашаю деньги для взрослых приходите будет 44 урока будем заниматься полтора месяца есть программа без чата со мной чат между собой чик и есть программа с чатом со мной в этот раз мы не делали базовый я хочу с вами серьезно поработать каждую неделю у нас будут вебинары у нас есть четыре кружка вечных stories с отзывами висят в инстаграм кто думает там думает раздумывает заходите читайте ознакомливайтесь 1 июля мы начинаем поэтому если вам нужны деньги вы готовы поработать я вас жду я поработаю с вами и для вас и будут у вас бабки поняли все